Несколько часовых поясов и природных зон сменяют друг друга. Свой вклад в изучение и сохранение природы родного края вносят и школьники. В прошлом году возникла идея объединить всех юных исследователей в одну сеть и провести научную экспедицию одновременно по всей территории Якутии по общим темам и едиными методами. Эту идею поддержала Малая Академия Наук Республики Саха-Якутия, ученый Института биологических проблем Криолитозоны, Сибирского отделения Российской Академии Наук, сотрудники Алёкминского заповедника. Так возник проект «Научное лето-2020 онлайн». В прошлом году в проекте приняло участие более 300 участников. Ребята, их родители и педагоги из Булунского, Кобяйского, Тампонского, Мирненского, Алёкминского, Алданского и других районов нашей республики. Задача участников проекта – создание летописи природы родного края. Объект их изучения – природные и культурные растения, мир насекомых и птиц своего района. В течение лета было собрано уникальный материал, который юные исследователи представили на встрече с главой республики Саха-Якутия Айсеном Сергеевичем Николаевым на конференциях разного уровня. Давайте вспомним, как это было. На ладошках неба пляшут облака, в доме запах хлеба и парного молока. Как она прекрасна, милая Земля, всё хотим узнать мы, про неё друзья. О-о-о-о-о! Мы исследователи планеты, о-о-о-о-о! Всё узнать хотим, о-о-о-о-о! На вопросы мы найдём ответы. О-о-о-о-о! Всем мы удивим! Мир такой прекрасный, всюду красота, и открыть все тайны есть у каждого мечта. О-о-о! Мы исследователи планеты, Мы будем проходить. На вопросе мы найдем посветы, Мы уберем, что мы ждем. Мы очень рады, что проект получил продолжение. На сегодняшний день в проекте зарегистрировалось 258 учащихся и 85 педагогов, которые составят исследовательские команды из 22 районов Якутии, от села Абы на севере до села Тяня на юге республики. Слово для приветствия участников проекта предоставляется Михаилу Петровичу Сивцеву, министру образования республики Саха-Якутия. Продолжение следует... Михаил Петрович, слышите? Коллеги, небольшая техническая... Пока мы можем посмотреть, кто у нас из участников есть, из каких луссов, из каких школ. Повестать, посмотреть, написать пожелания в чате. Юрия Юрьевна, я подключился. Как меня слышно? Спасибо, Михаил Петрович. Хорошо слышно вас. Добрый день. Да-да-да, спасибо. Я говорил, что вот уже год как пролетел так быстро. Мы в прошлом году с вами виделись также в режиме Zoom. Начинали это мероприятие. Сегодня я вижу масштабы, как мы занимаемся с детьми практически всей нашей республики. Что для меня действительно вот очень важным является. Во-первых, это сообщество тех людей, специалистов, которые увлечены и работают вместе. Дорога Юрьевна, я все-таки благодарен идейным вдохновителям, вам лично. Сегодня здесь принимают участие не только Малая Академия Наук в лице ректора, еще и есть у нас выдающиеся ученые, доктора наук, руководители Академии Наук Республики. Я видел Юрия Михайловича здесь, он, по-моему, был. Я видел Михаила Николаевича, директора Института мерзлотоведения. И вот ребята, которые сегодня принимают участие, имеют уникальную возможность получить и консультацию, и поддержку, и сопровождение своих проектов в лице наших ведущих специалистов, ученых своей сферы. Это вот на самом деле очень уникально и прекрасно, то, что мы работаем сообща. Что касается летней занятости детей, так, своим любимым делом в рамках этого проекта. Ну, будучи школьником, я тоже собирал травы, гербарии делал, я собирал бабочек, их сушил, потом осенью приходил в школу, рассказывал, из каких они родов. Потом делал кое-какие выступления по школьной тематике. Это на самом деле, кроме научной составляющей, еще и возможность все-таки формировать определенные компетенции, как сегодня вот модно говорить, терпеливости, наблюдательности, все-таки это умение работать в команде, это все-таки еще и возможность познать мир вокруг нас. И что уникально, в современном мире данный проект, он реализуется в распределенном реестре. Может, дети сейчас не понимают, у себя дома, ну, казалось бы, занимаются, но совокупность наших проектов, ну, в конце-то концов стекается, и я уверен, что в конце мы получим команду республики из числа участников проекта, которые будут в одной команде с ведущими специалистами нашего мира, вот, большой планеты Земля, работать вместе. Сегодня я хочу пожелать всем, во-первых, организаторам, инициаторам этого проекта, творческих успехов, крепкого здоровья, а нашим ребятам больших побед. Вот я за этот год действительно познакомился с различными специалистами, уверен, что мы в течение следующего учебного года еще, Ольга Юрьевна, выстроим взаимоотношения с другими регионами, там, в Белгороде я посмотрел уникальный музей природы на базе от учреждения дополнительного образования, там есть директор, увлеченно занимающийся, там, тысячами-тысячами всяких разных экземпляров, там, и бабочек, и млекопитающих, и, там, птиц, водоплавающих отдельно. Вот это все очень интересно, и нам нужно показывать нашим детям, ну, и вот с субъектами Российской Федерации работать вместе. А в следующем году мы уже выходим на уровень международной кооперации в рамках международных интеллектуальных игр, спланируем мы развивать наше взаимодействие с регионами, с государствами отдельными. С Россией и Климой, мы говорили, что, конечно, этапа нашего взаимодействия, оно должно проявиться в формате появления команд, в том числе международных, с участием наших детей. Я уверен, что этот проект тоже найдет свое место в нашем общем деле. Спасибо, всем удачи. Спасибо большое, Михаил Петрович. Малая Академия Наук играет ведущую роль в развитии исследовательской работы с детьми, начиная с дошкольного возраста. Слово предоставляется Василию Климовичу Павлову, ректору Малой Академии Наук Республики Саха-Якутия. Дорогие участники сегодняшнего нашего замечательного мероприятия, я еще раз приветствую вас. Это уже второй год, как мы проводим научное лето. Это летопись нашей природы, но и не только природы. Это на самом-то деле настоящая научная работа, которую мы проводим на территории всей нашей республики фактически. И получается, как и вся научная деятельность, она подразумевает очень длительный период работы. Дело в том, что это не спринтерский бег, а настоящая марафонская такая работа, которую ученые делают. И делает ее, как мы знаем, в двух направлениях. Оно называется латитюдное и лонгитюдное. То есть мы проводим исследования в течение долгого времени и в очень обширном пространстве. И сейчас это возможно благодаря новым технологиям. Ребята, когда вы сами здесь, на своем участке, собираете информацию, все это складываете, систематизируете научным методом, и также сравниваете с теми, что информацией и фактами, которые добыли ребята в других местах, то это уже вместе является уже научным результатом. И ваш научный результат фиксируется. Это будет очень хорошо все поставлено на нашем сайте и на сайте специально созданном. И фактически ваши работы потом будут дополнять ваше портфолио для поступления в университеты. Поэтому все это делается сейчас на этом уровне. Научная работа продолжается. И это является началом дороги открытий, которые вы, ребята, будете проходить совместно с вашими учителями, нашими замечательными дорогими эксперты, которые здесь в большинстве присутствуют. Я очень благодарен министру нашему, что открыл сегодня наш замечательный летний период исследовательский. И я очень рад, что у нас здесь присутствуют директора известных институтов. Михаил Николаевич, большое вам благодарность, что вы помогаете нам. И Михаил Михайлович здесь должен тоже присутствовать. И также вся Академия наук Юрий Михайлович. Это все известные профессора. И Аркадий Петрович, я вижу, здесь тоже. У вас есть уникальная возможность работать с ними ежедневно в таком прямом эфире, прямо, скажем так, живьем рассказывать им свои результаты, и узнавать, и получать поддержку научную, исследовательскую и прочую. И это вам очень поможет. Ребята, вас всех поздравляю. Пожалуйста, принимайте очень активное участие, потому что это начало, как говорится, вашей научной карьеры сегодня. Спасибо большое. Спасибо большое, Василий Климович. Партнеры проекта «Большая наука». Слово предоставляется Михаилу Николаевичу Железняк, доктору геолого-минералогических наук, директору Института мерзлотоведения имени академика Павла Ельникова Сибирского отделения Российской академии наук. Михаил Николаевич, вам слово. Добрый день. Слышно меня, да? Лично слышно, пожалуйста. Добрый день, уважаемые организаторы этого замечательного, я не могу сказать слово, форума, этой замечательной конференции. Добрый день, уважаемые преподаватели, учащиеся, и, конечно же, их родители, без которых, наверное, часть работы была бы невозможна и, наверное, затруднительна. Вообще, сам по себе Алёкминский район – это область приближистого и сплошного распространения многолетних мерзлых пород. А мы знаем с вами, что и природная среда, и устойчивость наших инженерных сооружений в значительной степени у нас с вами на севере зависит от состояния вот этой самой сезонной и многолетней мерзлоты. Я не побоюсь сказать, что Алёкминский район одним из особенно таких белых пятен в познании вот как раз этого объекта. Это в первую очередь связано со сложностью вот этих мерзлотных условий. И вот у меня нет никакого сомнения, я бы очень хотел найти заинтересованные горящие глаза, которые могли бы исследовать, а как изменяется в связи с климатическим протаиванием, как развиваются какие-то процессы, где возникают проблемы с устойчивостью инженерных сооружений, происходят деформации. Это сделать... В этом году более того, будет полевой отряд в Алёкминском районе, который будет продолжать исследования по геокреологическим условиям линии нашего глазопровода. Я думаю, что и даже я не сомневаюсь, контакты, ребята, сотрудники наши тесно пообщаются. Я бы очень хотел, чтобы мы с вами нашли интересные работы, они действительно интересны. Вот по изучению этих грунтов, как он меняется. Потому что в настоящее время вот та проблема по Алёкминске, по строительству, по реконструкции аэропорта, она имеет очень много колоссальных проблем. Вот представьте себе, в 91-м году та полоса, которую вы все хорошо знаете, на которой приземлялись самолеты, она была на 100% сложена многолетними межлыми грунтами. Вот сегодня, на настоящий момент проективно, там межлоты осталось примерно 40%. Вот эта динамика, она, конечно, важна. Важно ее понимать в различных ландшафтных условиях. И, наверное, в настоящий момент, я не побоюсь сказать, что наука, она в ближайшее время ей трудно будет справиться без помощи, без вот таких массовых режимных наблюдений, в которых полным ходом могут работать школьники с помощью преподавателей и с помощью их родителей. Вот те проблемы, которые существуют, которые есть, это наблюдение за состоянием автомобильных дорог, процессы, которые развиваются в поселке, в природных условиях. Это колоссальный интерес. Интерес не только для нашей с вами республики, чтобы правильно и нормально подбирать проектные решения, но это очень большой интерес для мировой науки. Ребята, школьники, родители, организаторы этой конференции, я, конечно же, надеюсь, что вот такой тендем, тендем и вот такая коалиция, она действительно будет. Это принесет большой успех и новые знания. Я нисколько не сомневаюсь, что разбираясь вот в тех природных условиях, в биологических условиях, вы сами растете, как люди. Я желаю вам успехов и очень хочу, чтобы этот у нас с вами сезон или этот у нас с вами, вот этот научный проект, он воплотился. Вот от института курировать вот эти работы с точки зрения вот Алекминского района в области будет Вера Васильевна Самсонова и координаты с ней есть, нужно связываться, и мы все моменты, интересующие или наши предложения, готовы обсудить и продолжать эти работы. Спасибо вам и я желаю от всей души успехов. От имени Федерального исследовательского центра Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук слово предоставляется начальнику образовательного центра СИФ доктору биологических наук Михаилу Михайловичу Чаросову. Уважаемые участники, уважаемые коллеги, организаторы, я приветствую от имени целого конгломерата институтов. Мы очень рады, что присоединяются и другие структуры. Я очень рад, что именно академическая наука этим занимается, потому что, по сути, если посмотреть в истории, то программа «Шаг в будущее» во многом создавалась именно академической наукой. Конечно, сейчас уже впечатление такое, что это все университет северо-восточный, но на самом деле вот там большая интеграция и всех различных направлений, в частности, многие секции, особенно наука о земле, она составлена как раз в Институте международного исследования, Михаил Николаевич как раз и выступал, ну и много-много структур и университет, и академическая наука мы вместе составляем. Я рад, что наш проект расширяется, появляются новые интересные направления, и, конечно, нужно тихонечко даже может выйти из масштабов только естественно научного направления, вот такого биолога-эколога науки о земле, и вот можно расширять за счет неких таких социо-коммунитарных, технических аспектов прикладных, тем более вот международное, это у нас уже фактически техническое направление, очень сильное, большое, поэтому я желаю организаторам постепенно расширять это направление, и очень рад, что есть государственная поддержка, есть определенное финансирование, которое позволяет детям общаться с специалистами высокого уровня. Я желаю удачи, думаю, что все у нас получится. В прошлом году была очень неплохая результативность, и в этом году, наверное, будет еще больше удачи. Нужно много работать, трудиться, хотя вроде бы лето, хочется отдохнуть, но самое лучшее время для роста, для развития вашего интеллекта – это лето. Спасибо, я желаю всем удачи. Спасибо большое, Михаил Михайлович. От Академии наук Республики Саха-Якутия слово предоставляется Юрию Михайловичу Григорьеву, ученому-секретарю Академии наук Республики Саха-Якутия, доктору физико-математических наук, профессору, действительному члену Академии наук Республики Саха-Якутия. Вам слово, Юрий Михайлович. Добрый день, уважаемые участники этого торжественного, очень красивого мероприятия, очень много участников. Мне очень приятно имени Академии наук приветствовать всех участников, организаторов, школьников, участников научных экспедиций, родителей и энтузиастов на местах, которые непрерывно в течение больше чем 20 лет занимаются вот такой нужной деятельностью, как влечение школьников научной деятельности. Ну, для меня вот эти предстоящие летние экспедиции, они неразрывно связаны с понятием в шаг в будущее. Шаг в будущее – это то самое движение, которое для нашей республики, вывела наша республика в одной из передовых позиций по Российской Федерации. Ну вот, недавно вот мы… Прошу прощения, слышен какой-то посторонний шум, и вас плохо слышно. Уважаемые участники, пожалуйста, проверьте микрофон. У кого-то включен телевизор, мешает нашему выступлению. Пожалуйста, какие добрые проверьте. Ну и мастера… Так, я извиняюсь, у меня, может быть, я… Идет параллельно ученую советскую ВФУ. Я никак не могу отключить звук там. И Михалович, будьте добры, да. Сейчас, секундочку, я отключусь. А потом… Я сказал, что… А потом включусь, извиняюсь, да. Значит, ну и… Ну, я как бы представляю, как бы два в одном, одновременно, как заместитель ректора Северо-Восточного федерального университета, представляю, ну и как главный ученый секретарь Академии наук Республики Саха-Якутия. Академия наук Республики Саха-Якутия честно выполняет свои обязанности по научно-методическому руководству Малой Академии наук, который сейчас является лидером по организации этих нешкольных мероприятий в части науки. Ну и я отметил, что у нас в Академии наук успешно работает научно-образовательный центр под руководством Юрия Ивановича Семенова, который также является выходным движением «Шаг в будущее». Он занимал, будучи школьником, призовые места на российском уровне. И вот это вот свое стремление к работе по науке, по работе со школьниками он сохраняет и до настоящего времени. И мы в ближайшем будущем ждем защиты диссертации Юрия Ивановича, кстати. Ну, я большим удовольствием отмечаю, отметил, что в этом году не прерывается экспедиция в Ирхаянском районе, в Ирхаяне полюс холода, где запланировано физико-техническое направление, которое мы вместе с моими коллегами из Якустского научного центра, из университета, вот мы начинали больше тем 10 лет тому назад, в 2006 году. И приятно, что наши коллеги продолжают вот это вот направление. Я пожелаю организаторам экспедиции, чтобы это направление было успешно реализовано. Ну, а всем участникам будущих экспедиций, родителям, я скажу следующее. Вот ваше участие в такой деятельности, это первый шаг к научной деятельности, к общей методологии научной работы. И не обязательно, скажем, ребенок, который занимался экологией, биологией, еще чем-нибудь на школьном уровне, он потом пойдет поступать именно по этому направлению. Просто вот именно должен быть интерес к науке, как добывание новых научных знаний, новых, так сказать, открытий и так далее. Поэтому и в будущем вот это все дело должно оказать большое воздействие на человека как на личность. Поэтому я пожелаю всем школьникам прилежной работы под руководством своих научных консультантов, руководителей, организаторов. Всем организаторам пожелаю, чтобы удачи и успехов, потому что при хорошей организации может быть и удача, а может быть и не удача. Поэтому, как якуты говорят, война и должен быть всегда с нами. Ну, всем нашим коллегам из науки и высшего образования всем спасибо за то, что вы поддерживаете вот это очень нужное направление. Вам пожелаю успехов также и удачи. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Юрий Михайлович. Одно из главных направлений деятельности Русского географического общества являются научные исследования. Поэтому исследования ребят имеют особую ценность. Слово предоставляется Александре Николаевне Петровой, секретарю отделения Русского географического общества в Республике Саха-Якутия, старшему преподавателю эколого-географического отделения Института естественных наук Северо-Восточного федерального университета. Здравствуйте, дорогие ребята, дорогие участники, уважаемые взрослые. Я рада приветствовать вас от имени отделения Русского географического общества. Здесь я вижу своих коллег и понимаю, что все мы выполняем, занимаемся одним большим нужным делом. И, да, как сказали, что одно из главных направлений Русского географического общества – это исследования. И во всех этих исследованиях, которые наше общество проводит, начиная с 19 века, потому что это старейшая общественная организация в России, и вот начиная с 19 века во все исследования, в экспедиции, в научные исследования всегда привлекались молодые, перспективные ребята, студенты, школьники. И я рада, что организаторы продолжают вот эту прекрасную традицию, которая позволяет вовлечь молодых в научные исследования и открыть у них таланты. Я желаю успехов, желаю, чтобы ребята нашли себя. Каждый открыл этим летом что-то новое в окружающем мире и, в первую очередь, в себе самом. Потому что, познавая окружающий мир, занимаясь любым исследованием, мы в первую очередь исследуем то, что находится внутри нас. Я желаю вам в этом большого успеха и пожелание, то есть я благодарю организаторов за такую работу и личное пожелание, пожалуйста, в будущем, на следующий год включите, пожалуйста, программу исследования по метеорологии, по климатологии, потому что климат Якутии – это уникальный климат, и его нужно изучать. И это вообще тоже, может быть, наряду с нашей палеонтологией, может стать брендом Якутии. В общем-то, по примеру, Амикона мы это уже понимаем. Поэтому климат Якутии достоин того, чтобы его изучать, чтобы его исследовать. Ну и, конечно же, хотелось бы, чтобы в этом принимали участие молодые, умные ребята. Всем успехов и организаторам, и нашим молодым исследователям. Спасибо большое, Александра Николаевна. Алюкминский район выступил инициатором научного лета онлайн. Слово для приветствия предоставляется Оксане Николаевне Савиновой, заместителю главы по социальным вопросам муниципального района Алюкминский район. Добрый день, дорогие друзья. Разрешите поздравить вас от имени администрации района и от себя лично с открытием второго сетевого проекта «Научное лето онлайн» 2021 года. Летопись природы Якутии силами школьников. Очень отрадно то, что дети на протяжении лета, не только дети нашего района, но и всей республики, примут участие в данном проекте и будут изучать природу, окружающей среды, создание детско-взрослого исследовательского сообщества, совместные деятельности по изучению природы родного края. В данном проекте будут изучать различные направления. И отрадно то, что их будут курировать такие вот ученые. Хочу пожелать всем исследователям, чтобы они нашли новые, может, какие-то для себя познания окружающей среды. Организаторам хочу поблагодарить от имени себя и администрации района и пожелать всем успехов. Спасибо большое, Оксана Николаевна. Снова для приветствия предоставляется Андрею Вячеславовичу Солдатову, председателю районного совета депутатов, начальнику управления образования Алёхминского района. Дорогие ребята, уважаемые родители, коллеги от имени управления образованием, от себя лично разрешите вас всех поздравить с открытием нашего научного лета 2021 года. И хотелось бы выразить слова благодарности прежде всего Ольге Юрьевне и ее команде за то, что сегодня мы имеем возможность в наших условиях, в новых условиях применить одну из форм отдыха детей, полезного отдыха детей. Поэтому у нас еще есть и партнеры, это и Малая Академия Наук, и Целевой Фонд Будущих Поколений. Ну, о них, наверное, я думаю, Ольга Юрьевна отдельно расскажет о партнерах. Детям, ребятам я хочу пожелать, чтобы активно включались в данный проект, приглашали своих друзей, и на сегодняшний день у нас география, конечно, увеличилась. Поэтому ребятам хочу пожелать плодотворного и полезного летнего отдыха. Ну и, естественно, всем нам успехов. Спасибо. Спасибо большое, Андрей Вячеславович. Опыт исследовательской и проектной работы, полученный в школе, остается с нами на всю жизнь. Он помогает в выборе профессии и личностном росте. Мы хотим пригласить к микрофону Елену Валерьевну Сергучеву, генерального директора медиакомпании ЕКТ, выпускницу нашего центра 2001 года, неоднократного победителя республиканских и всероссийских исследовательских конференций. Елена Валерьевна, вам слово. Добрый день, ребята, добрый день, все присутствующие. Я очень рада поздравить вас с открытием такого интереснейшего проекта. И хочу сказать, да, тут уже сказали о том, что я являюсь выпускницей Центра научно-исследовательских работ. Вот Ольга Юрьевна была моей руководительницей. По специальности я биолог, биохимик, но это не помешало мне устроиться на работу в IT-компанию и в последующем стать генеральным директором. Вот, и поэтому хочу пожелать вам, ребята, и сказать о том, что та деятельность, вот такие проекты и такие научно-исследовательские центры, они позволяют в первую очередь правильно вести проекты, да. То есть когда вы становитесь взрослыми, у вас есть, ну, то есть вы устраиваетесь на работу, у вас появляется ряд обязанностей, как у нас всех сейчас, да. Эти обязанности – это те же самые проекты, это те же самые задачи. То есть то, что вы сейчас, чем вы сейчас занимаетесь, это уже закладывается, как сказать, в успешную вашу профессиональную деятельность. Вы научитесь сейчас планировать, вы научитесь сейчас вести свой проект, научитесь делать правильно выводы, анализировать, и дальше уже давать какие-то рекомендации или продолжать эти проекты. На этом вообще строится весь рабочий процесс, тем более в современном мире. Вот, и сейчас еще хочу сказать, наверное, так как-то совпало, что именно в этом году, я вот буквально работаю полтора года генеральным директором, на базе ЕКТРУ нашего портала открылось подразделение, называется Синецпарк. Синецпарк полностью заточен под такие интересные проекты. Проекты, проекты как социального, экологического направления, так и акселераторы, акселераторы с блогерами, с ребятами из искусства, направленные на бизнес, малый и средний бизнес, который для того, что мы хотим вдохновить, вдохновить бизнесмена, вдохновить вообще ребят на то, что можно выйти на международный уровень. И также сейчас очень сильная республика зависит во многом от сырьевой экономики. И мы уже сейчас хотим сделать так, чтобы мы во главе стоял уже человеческий интеллект, то есть благодаря человеческому ресурсу можно вывести республику на новый уровень. Вот, а еще такие у нас есть проекты. Это начиная от дорог, да, то есть мы будем заниматься строительством новых дорог. Мы сейчас работаем над изучением вечной мерзлоты. Сейчас, вот прямо сейчас мы убираем несанкционированные свалки в лесу, то есть, ну, окруженно, за пределами города Якутска, да. Вот. И таких проектов у нас сейчас 20. 20 проектов, и их будет все больше. Эти проекты мы сейчас опробируем на Якутии, на Якутске, с целью того, чтобы внести вклад в развитие нашей республики, а затем мы будем масштабировать их на весь мир. То есть у нас очень большие глобальные планы. И поэтому, ребят, я сейчас вам желаю успехов и провести это лето максимально приятно и с большой пользой. Всем спасибо. Спасибо большое, Елена Валерьевна. От имени участников, которые только делают первые шаги на увлекательном пути исследователя, слово предоставляется Лаптевой Милане, ученице седьмого класса Международной арктической школы. Милана, вам слово. Добрый день. От имени учащихся разрешите всех поздравить с открытием увлекательного ствола проекта «Научное лето 2021». Более 250 учащихся Якутии объединились научной командой под руководством ученых нашей республики учебно-исследовательского проекта, углубляющего наши знания по биологии, физике, географии, экологии и информатике. Мы, команда юных исследователей Якутии от села Абы на севере до села Тяня на юге нашей республики, будем работать по направлениям орнитология, энтомология, палеонтология, мерзотоведение, исследования лесных экосистем, пенология растений, лекарственные растения, флористические и публиционные исследования. Геоботаническое коротографирование. В этом году я выбрала направление палеонтологии. В Якутии обнаружена значительная часть всех известных в мире уникальных находок мамонтов, шерстистых носорогов, бизонов, овцебыков, пещерных лоб и других животных давно минувшей эпохи. Так как же они сохранились? Личная мерзлота – это своеобразный легендарный символ сбу битисаха. Личность, неконалитая, даже несмотря на летний зной. Пусть лето будет временем активного отдыха и новых познаний, погружения в исследовательскую атмосферу. От сетевого проекта мы ждем новых друзей, открытий, увлекательное путешествие в мир науки. В таких проектах важно быть открытым и искренним. Всем удачи! Спасибо большое, Милана! Благодарим тебя! Общая научная задача, которую предстоит решить участникам проекта – это летопись природы Якутии силами школьников. Это невозможно без научного руководства и наставничества. Такое руководство обеспечили ведущие ученые Республики Саха, Якутия, сотрудники Алёкминского заповедника. Позвольте представить научных руководителей направлений научного лета. Руководители направления геоботаническое картографирование Михаил Михайлович Иросов и Моисей Иванович Захаров. Направление орнитология. Научный руководитель Аркадий Петрович Исаев. Приветствуем научного руководителя направления энтомология, Анатолия Анатольевича Попова. Научными руководителями направления флористические и ценопопуляционные исследования стали Елена Ивановна Троева и Сахая Николаевна Андреева. Розалия Никипаровна Иванова будет курировать мерзлотоведение. Направление палеонтология. Научный руководитель направления Станислав Дмитриевич Олисов. Научным руководителем направления изучения лесных экосистем будет Татьяна Викторовна Таций. Направление фенология растений. Научный руководитель Ольга Юрьевна Рожкова. От имени научных наставников к микрофону приглашается Аркадий Петрович Исаев, доктор биологических наук, заведующий отделом зоологических исследований Института биологических проблем Криолитозоны Сибирского отделения Российской академии наук. Добрый день. Разрешите поздравить вас всех с началом нашей совместной работы. Я присоединяюсь к выступлениям предыдущих коллег и хочу подчеркнуть, что очень хорошие слова были сказаны. Например, Михаил Петрович хорошо сказал, что это сообщество заинтересованных людей так и есть. Этот проект объединяет нас всех разных по званиям, по возрасту. И мы все заинтересованы, чтобы работы проводились комплексно и интересный волк и соблюдался. Ну и, конечно, подготовка к различным конференциям детей, прежде всего, как было сказано, в шаг в будущее. Я немножко хотел бы остановиться на достоинствах и уникальности этого проекта. Во-первых, это работы самостоятельные школьников под руководством научных работников, учителей. Во-вторых, эти работы будут проводиться одновременно по всей Якутии. Восемь направлений. Это пятьсот с лишним учащихся будут участвовать. И большое количество педагогов, учителей, родителей. Ну и хотелось бы поздравить еще раз с началом нашей работы. В этом году два этапа пройдет работа. В июне с десятого по двадцатого и в сентябре еще будет с десятого по двадцатого. Но промежутки между ними, работы будут индивидуальные. Надеемся, что работы будут качественные, хорошие. Спасибо. Удачи всем. Спасибо большое, Аркадий Петрович. Слово предоставляется руководителю сетевого проекта «Научное лето-2021» Ольге Юрьевне Рожковой, кандидату биологических наук, директору Центра творческого развития и гуманитарного образования школьников. Ольга Юрьевна, вам слово. Добрый день, дорогие друзья. Позвольте мне организовать проекта поздравить всех с открытием нового полевого сезона «Научное лето-2021 онлайн». Мы счастливы увидеть среди участников проекта тех ребят, кто и принимали в нем активное участие в прошлом году. И очень рады приветствовать новых участников. Проект стал возможен благодаря поддержке Целевого фонда будущих поколений, благодаря поддержке Малой академии наук, благодаря поддержке всех ученых-наставников с наших ведущих институтов Республики Саха-Якутия. Нас всех ждет увлекательная работа – исследовать, открывать для себя новое, находить друзей и единомышленников во всех уголках нашей огромной республики. За полевой сезон мы с вами соберем данные, которым добавят информацию в лепест природы Якутии силами школьников. О проекте уже много говорилось, и я не хочу повторять. Я хочу немножечко акцентировать внимание только на алгоритме нашей с вами работы. Дорогие друзья, основной ресурс нашего сетевого проекта – это сайт. И вы найдете все, что интересует любого – и лекции, и библиотечку исследователя, и консультации, и симптомические материалы. Не забывайте туда почаще заходить. На слайдере проекта у нас отражены с вами все направления. В связи с научными руководителями вы будете поддерживать в рамках конференции Zoom, в рамках круглосуточного WhatsApp и в рамках сайта. А для дополнения материалов мы будем использовать специальные формы. В шпаргалке для педагогов и родителей вы познакомитесь с графиком на каждый день, как и что и когда мы будем делать. Очень быстро пройдут 10 дней, и наступит период вашей работы самостоятельной, когда вы до сентября месяца будете выполнять свои увлекательные исследования. Поздравляю всех с началом нашего проекта. Добрый путь! Спасибо большое, Ольга Юрьевна. На этом торжественная часть, официальная часть открытия сетевого исследовательского проекта «Научное лето 2021 онлайн» окончена. В добрый путь, юные исследователи! Да здравствует новое научное лето! Всем спасибо за внимание. А мы напоминаем, что участники направлений «Финология» лифта «Ак